Грузия Город, где запечатлен благодатный след просветительницы Грузии, святой Нино, где упокаиваются первые христианские правители Грузии царь Мириан и царица Нана. Город, который вместил в себя хитон распятого и воскресшего Христа Бога. Город притягивает людей своей прелестью, благодатью. Кто знает, сколько тайн помнит этот святой город, именуемый Вторым Иерусалимом. Одной из тайн прошлого столетия стало житие архимандрита Гавриила Ургебадзе. Кто этот невероятный старец, которого еще до прославления в лике святых почитал весь православный мир? Уваженнейший католикос-патриарх Илья, видя, зная его сам и видя народное почитание, благословил причислить его к лику святых угодников Божьих. Раньше я молился за отца Гавриила, сейчас я уже буду молиться ему, чтобы он ходатайством пред престолом Божьим, за меня грешного, за моих близких, великий старец был. Он был распят всю жизнь на кресте, и он сораспят был с крестом, и вместе с ним он воскрес и вознес. Вся его многострадальная жизнь была связана с городом Цхета и с монастырем Самтауро, в котором он и по сей день продолжает наставлять, исцелять, укреплять людей в вере, вселять в сердце каждого человека надежду и любовь. Я жду вас в Самтауро. Он не был обычным человеком. Иногда он являлся нам большим молитвенником, иногда и уродствовал, и был пронизан особой благодатью Святого Духа. Архимандрит Гавриил, в миру Годердзе Васильевич Ургебадзе, старец с доброй улыбкой, бездонной, глаза которого светятся великой любовью, родился в 1929 году, 26 августа, в Тбилиси. В детстве маленького Годердзе, в честь умершего отца, все называли Васико. Проучился он в шесть лет в мужской школе. Когда все его ровесники играли во дворе в разные детские игры, он из камушков строил циркушки. Это было его единственным увлечением. Знаете что, это ему дано было, видимо, с рождения, и это обязательно, что было. Но так как он был ребенком, он параллельно оставался и ребенком, ведь Иисус Христос не сразу же стал проповедовать, а с какого-то момента своей жизни, да. И он как-то вот, когда созрел для этого, у него тогда уже пошла очень серьезная и очень трудная жизнь. В то время, когда массово разрушали церкви и насаждали коммунизм как религию, маленький Годердзе начал ходить в церковь. Он возвращался из церкви домой и, утомившись, присел на обочине и уснул. Спящим на улице его подобрала незнакомая женщина. Она сказала, что у нее есть сын его возраста, и они могут подружиться. Эту женщину звали Марго, и она была гадалкой. Как-то раз ей не здоровилось, и мальчик решился сам принять посетителей. И тут впервые раскрылся его удивительный правительский дар. Он не предсказывал людям будущее. Он рассказывал им о Христе, о его великой жертве, о любви и доброте Всевышнего и призывал следовать его заповедям. Рассказы и необычная проповедь двенадцатилетнего мальчика повлияли не только на клиентов, но и на саму Марго, которая бросила свое ремесло и через некоторое время обратилась в христианство. В двенадцать лет он уже хорошо знал Евангелие. Он пришел в Сан-Тавро, в женский монастырь святой Равноапостольное Нино, в тот самый монастырь, с которым потом будут связаны последние годы его жизни. Не было и минуты, когда бы отец Гавриил не думал о Боге. Он ни дня не мыслил без монастыря Сан-Тавро. В каждом человеке видел он образ Божий и никого не выделял. Я его знаю с детства. Нас связывают и родственные отношения. Его отец когда-то принял участие в разрушении храма. В двенадцатилетнем возрасте старцу Гавриилу явилась Пресвятая Богородица и сказала, «Твой отец разрушил храм, а ты иди и восстанавливай». И он пошел и старался наводить порядок во дворе разрушенных храмов. Как-то он стал убирать разбросанные тяжеленные камни. Мой дядя увидел однажды его за этой работой и захотел помочь ему. К большому удивлению, взрослый мужчина не смог сдвинуть с места эти огромные камни, которые легко, без труда поднимал двенадцатилетний мальчик. Позже дядя говорил, «Я своими глазами видел, что может сделать сила Божья. Мальчик легко поднимает камни, которые я не в силах поднять». С двенадцатилетнего возраста маленький Годердзи Васико начинает свое многолетнее паломничество по грузинским монастырям. Благо чего-чего, а монастырей в Грузии даже в те тяжелые годы было много. Там старец Гавриил учился монашеской жизни и приобщался к опыту подвижничества. Позже его призвали на военную службу. Служил он в Батуми, неподалеку от церкви святого Николая Угодника. К заступничествам святого Николая он прошел военную службу, сочетая армию с церковью. И он был уже на высоком монашеском уровне. Потому когда его чачанидзе провел, митрополит чачанидзе, с ним беседу, он уже почувствовал, что это уже готовый монах, что ему нигде не надо учиться. И он уже на всех языках там, и русский, и древнегрузинский, и древнегрузский, он уже знал все. И он уже Библию и Евангелие, по-моему, даже знал наизусть. Мне было впечатление, что отец Гаврил был теолог, потому что он часто цитировал святых отцов и Святое Писание, и молитвы наизусть говорил. Но потом я был удивлен, когда узнал, что отец Гаврил имел только пятиклассное образование. В 1965 году на Первомайской демонстрации юродивый старец совершил беспрецедентное деяние. Сжег 12-метровый портрет Ленина, уничтожил идола того времени, встал на трибуну и громогласно проповедовал Бога на глазах у тысячи людей. Мне было его жалко, что он сделал. Ну, пусть бы он этот Ленин и висел бы. Ну, чего он его сжигал? Но сейчас я на это смотрю, что он совершил величайший поступок. Это, знаете, это мужество, огромное мужество, огромная вера. Это до небес доходящая вера. И это величайший поступок с его стороны. Он превосходит, я не знаю, мученичество – это еще одно. А он так вот пошел с такой радостью на мученичество. Это величайший подвиг. Он был этим рад, что он такой фейерверк устроил. И когда пришли его, конечно, чтобы задержали, он был в восторге от того, что он сейчас за Христа его будут мучать. Когда его задержали, причину своего поступка батюшка объяснил так. Вы повесили портрет Ленина и написали на нем «Слава великому Ленину!» Слава не этому приспешнику сатаны, а Господу нашему, Иисусу Христу. Это был великий подвиг, и он превосходил исповедничество первых веков. Его схватили, долго били, пытали, прости им, отче, ибо не ведают, что творят. Повторял он слова Спасителя тем, кто истязал его. Старца должны были расстрелять, но заступничеством Пресвятой Богородицы расстрел миновал его. Его признали сумасшедшим, выдав справку с диагнозом. Психопатическая личность верит в Бога и ангелов. Удивительно, в этой справке еще одно. Номер справки оказался 666-м. Действительно, его мучили очень долго, и всю жизнь его мучили. Как в прямом смысле, так и в переносном смысле. Но он никогда не падал духом. Это было удивительное проявление свободы. Господь сохранил жизнь своему верному рабу, дабы мог он везти людей по тропе к свету. Он говорил, что это, говорит, был шаг того, что люди понимали, что я хочу им сказать, говорит, потому что на них была благодать Божия. Но они не могли говорить это, сказать громогласно, как говорил я. Ему было совершенно все равно, кто на него как смотрит, кто о нем как думает, и что с ним сделает. Побьет или убьет его, или в тюрьму посадят, или в сумасшедший дом. Он совершенно равнодушно к этому относился. Это у него не было проблемой, понимаете? Он не был ничем ского. В нем сияла радость, сияла любовь и свобода. И вот в этом таком несвободном мире мы увидели чудо христианской веры, как может человек быть не только свободным, но и как бы царем. Он был каким-то царем. Вот в нем Бог царствовал. Он с собой носил не только крест, на нем были иконы Спасителя, Богородицы, Святого Николая. И он необыкновенно себя ввел. Иногда молился тихо, иногда плакал, иногда движения какие-то другие у него были. Он обращал на себя внимание. Иногда громко что-то вскрикивал он и призывал кого-то к чему-то. Но иногда даже боялись мы его. Такой он был непредсказуемый. Движения эти все, что он делал, поднимал руки, громко говорил. Там он мог даже станцевать, шалахот даже мог станцевать. Это все было для того, чтобы привести человека к вере. Тогда никто в это время советское, никто не понимал, что это такое на самом деле. Из меня хороший оперный певец получился бы. Шутя отмечал старец Гавриэл. Артистичничал и пел замечательно. Как говорит апостол Павел, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Кроме того, как святые отцы говорят, «Юродство – очень редкий и трудный подвиг в сонме святых, который превосходит подвиг столбничества». Вот такое объяснение у юродства. Друг он нас возрождал. Он вдруг нас усилял в большую веру, большую радость, силы духовные. И это была какая-то такая школа, такая духовная школа. Это было очень важно для всей церкви, особенно для молодого поколения. После встречи с отцом Гаврилом, малый люд, большой, молодые или пожилые, начальствующие или монашествующие, они все тянулись к церкви и к Богу. Батюшка Гавриил был поистине мудрым бедняком. Он с радостью жертвовал ближним даже самое нужное ему самому. Если к нему смиренно приходили за советом, он наставлял всех с библейской мудростью. Чтобы подбодрить человека, порадовать, вернуть к жизни ближнего, привести его к Христу, старец отдавал свои, зачастую последние силы. Он подражал Иисусу Христу и показал нам образ подражания Христу. То есть подражал Христу, он вместил в себя любовь Христову, заботился, переживал, и его поступки были подобны, как поступки Христа. Его поступки многие не понимали, поступки Христа тоже многие не понимали. Христос обличал, и он обличал, Христос любил, и он любил, Христос плакал, и он плакал. Он подражал во всем Христу, вместил в себя благодать Святого Духа. Рассказывал Евангелие, не проповедовал, а истории рассказывал, и сам исполнял роли. Вот, как говорит, например, Христос, а как говорит Пилат, или там еще апостолы. Удивительное это было явление, очень индивидуальное, но самое главное, что он был наполнен любовью к Господу, вот таким дерзновением нести вот этот крест до конца, вот так подвиженнический, и удивительная любовь к людям. Он все время хотел служить людям. И он часто очень сильно плакал, горько плакал. Знаете, настолько плакал он, что невозможно было на него смотреть. Я-то вечером возвращалась домой, ну вот в таком состоянии его оставив, да, на следующий день я опять приходила к нему. «Васико, как ты, Васико?» Спрашивала его, и когда я видела, что он немножко успокоился, я сама успокаивалась, потому что вот в таком горе, у него было это горе духовное, понимаете. Вот это его трудно понять. Однажды, после службы в монастыре Самтовро, отец Гавриил поднялся на Амвон, посмотрел на всех нас и громогласно произнес только два слова «Любите Господа» и начал плакать. Нас пронзила дрожь от благоговения перед великим старцем. Все прихожане остолбенели от этого. Он так проникновенно плакал, с таким раскаянием, что у всех нас полились слезы. Я впервые тогда увидел слезы истинного покаяния. Затем старец Гавриил спустился с Амвона и исчез в толпе. После интронизации нашего патриарха, это было особенное время, когда молодежь как бы возвратилась в церковь, и наше желание было, чтобы мы тоже были истинными христианами. Мы хотели именно таких примеров. Этот пример был наш патриарх и еще отец Гавриил. Когда он приходил на службу и поднимал голос, святейший говорил, что не обращайте внимания, продолжать богослужение, и не пытался его вывести. Когда святейший заходил в алтарь, он говорит, что он будет святым. Он ни в чем не нуждался. Ему нужен был только Бог и любовь, больше ничего. Действительно великий подвижник. Он звал нас, велел спустить из-за его кельи гроб. Ложился туда и пел разные песни из гроба. Так он напоминал нам о смерти. Люди боялись. Однажды пришла какая-то женщина, и увидев старца Гавриила в гробу поющем, опрометю убежала оттуда. Но гроб у него был, чтобы опять-таки отрезвить нас, привести в чувство, чтобы каждый человек знал, что он ляжет в этот гроб. А до того, как ляжет он в этот гроб, он должен себя подготовить к этому гробу и к загробной жизни. Понимаете? Мессия этого гроба была огромная для каждого. И, конечно, в первую очередь для тех монашек, которые поставили этот гроб, видели перед собой. Перед трапезной этот гроб лежал, открывался, закрывался, Гавриил ложился, вставал и так далее. Этот гроб был на виду для всех приходящих в Сантауру, для всех уходящих. У него был такой дар. Вот когда мы приходили, еще ничего не спросили, не сказали, он уже давал ответ. Он знал, о чем спрашивают. После общения с ним или люди исцелялись духовно, или люди исцелялись телесно, и они все это связывали с отцом Гавриилем. Все говорил то, что было, что скрывали люди, и от него скрывали, и вообще скрывали. Например, люди, которые ходили у него и говорили как бы исповедь, но не говорили до конца. До конца говорил отец Гавриил всегда. Вот с женщинами он разговаривал по-женски, артистично как-то, с детьми по-детскому. И как-то воры приходили, сокольники. И он выходил с ними, садился, как воры сидят с ног, и с ними вот так на ихнем языке разговаривал. Шел рождественский пост 95-го года. С бешеной скоростью спешу в монастырь Сан-Тавро, опаздываю на богослужение. Как только я зашел в монастырь, старец Гавриил позвал меня и попросил купить ему вина. Я принес ему две бутылки вина и собрался уходить. Как батюшка пригласил меня к себе в келью, налил в стакан вина, сказал «Слава Богу!», выпил вино и мне предложил выпить во славу Господа. Я лишь пригубил, потому что я впервые соблюдал пост и спешил на богослужение. Старец посмотрел на меня и спросил «Постишься?» «Да», — ответил я с гордостью. «Да», — говорит старец. «Пост — это то время, когда у тебя начинает чесаться спина. Она тебя не беспокоит?» Я не понял слов старца и сказал, что «Нет, не беспокоит», а батюшка продолжил. «Я просто подумал, что у тебя начинают расти крылья от строгого поста и духовной высоты». После этого я опустошил стакан. Вот так он мне показал, что значит настоящий пост и послушание. Мы совершили паломничество по благословению святящего патриарха Ильи Второго. И, ну, конечно, когда все это закончилось, мы были рады, что мы его выполнили. Ну, конечно, у нас было, наверное, какое-то вот тщеславное чувство, и он решил нас смирить. И вот мы сидим там, сам Тавро, ну, прошла неделя или две, и он говорит, что вы там занимались какими-то… цирк там устроили, сходили, что вы хотели этим показать. Вы ничего не знаете, как это надо делать, это было все внешне, поверхностно, это смешно. Но я решил, ну, подчиниться ему и сказал, вы правы. Он обозлился, потому что он подумал, что сейчас это меня очень задень. Я говорю, вы правы. Потом еще раз что-то такое сказал, я сказал, да, простите нас. И он догадался, что я, ну, соглашаюсь с ним, но не внутренне с этим соглашаюсь, а, ну, словесно и ради приличия, ну, так и надо сказать. Он говорит, ты аферист. И ушел. У него юродство, знаете, без этого, без юродства и без вот этого шутовства. Но, оно, в его то время, он не мог глаз Господа донести до людей. Это был самый правильный, вот, метод его проповеди, Слово Божие. Мы, когда шли около храма Хашвет, и там сидели священники, и он начал их обзывать ругательными словами, поднимать и танцевать перед ними, кланяться им. Я говорю, отец говорит, что вы делаете? Он говорит, сынок, я сумасшедший, то, что он не видит, я сумасшедший, поднимает руки. Ну, было очень много людей, когда обращали внимание, и эти священники, все трое, кто сидели, решили уйти. Он говорит, что, говорит, боитесь все правдой, я вам сейчас буду танцевать, как вы вчера танцевали, давай перед ними танцевать. Они зашли в храм, он говорит, считай, что меня и тебя вместе впускать в Хашвет и больше не будут, говорит, потому что мы оба сумасшедших. Мы сумасшедшие? Я говорю, да, сумасшедшие. Ну, тогда пошли дальше, говорит. А у Павла, апостола, вы знаете, наверное, пишется такое, что сумасшедший для Бога, это мудрейший человек. Правда, он был таким? Он таким криком ругался иногда с людьми, что мы все боялись. Помню, как он гонялся за одной монахиней с большой палкой, при этом употребляя в адрес матушки нецензурные слова. А монахиня бежала, порой оглядываясь назад, и говорила старцу, я не боюсь, батюшка, любимый, я не боюсь. И на самом деле она не боялась, потому что в этом поступке под большой палкой и нецензурными словами скрывалась только любовь. Помню такой случай. К старцу пришли молодые люди, целые компании, и попросили его рассказать о монашеской жизни. У них на глазах отец Гавриил неожиданно подошел ко мне, толкнул меня и стал ругать последними словами. Почему я без благословления сделала что-то? Молодые люди оцепенели, не зная, что и подумать. А он посмотрел на меня внимательно, встал на колени, плачет и говорит, «Пелагия, ты простишь меня? Прости, пожалуйста». Потом встал с колен и прижал меня к себе. Так молодым ребятам был дан наглядный пример. Он меня отругал, затем прощения попросил. «Я простила, мы обнялись. Вот она такая монастырская жизнь, которая не существует без смирения и умения прощать». Была вечерняя молитва в монастыре. Матушки молились в церкви. Мы были в алтаре. Я отец говорил, он говорит, встань на колени и так на четвериках выйди на омлон. Ну, так-то неудобно было это делать, действительно. Ну, я считал, что вот его благословление – это Бога угодна и для смерти. Ну, я вышел, и батушка были ожидаемлены, что происходит, с ума сошел или что-то. Ну, я так стоял, он говорит, достаточно, верните, софра. Вот так он умел так смирять. Как-то раз я зашла в церковь и подошла под благословление к старцу Гавриилу. В это время старцу в знак уважения подарили вино. Старец решил испытать мое послушание. Взял вино, посмотрел на бутылку, открыл ее и сказал, «Это вино отравленное». Затем налил в стакан и велел мне выпить это вино. Я сразу выпила, даже не подумала, что вино отравленное. Вот так он испытал мое послушание. Находиться рядом с ним было большим праздником. При жизни вокруг него уже было много народа, и все получали то, что они искали от Бога по своей вере, конечно. Чем больше было вера, тем больше они получали. И уже авторитет отца Гавриила был очень большой к Грузии. Тот, кто видел старца Гавриила хотя бы раз, кто наблюдал его необыкновенно молившегося, доброго, как спаситель, никогда его не забудет. Меняется время, усложняется жизнь, исчезает любовь, а вместе с нею и ощущение божественного. У него же все было божественным, красивым, особенно любовь ко всем. Субтитры создавал DimaTorzok Однажды зашел старец Гавриил в храм и громовым голосом крикнул всем, «Преклоните коленю!» Все испугались его голоса и беспрекословно преклонились. И я тоже собралась преклониться, как батюшка повернулся ко мне и сказал, «Нет, вам не надо преклоняться. Ты моя царица Тамара. Я остолбенела. Спасибо тебе». И он благодарил меня, а я смутилась, не знала почему так. Прошло время, скончался старец Гавриил. Его причислили к лику святых, и скоро появились кадры. Он в церкви, и певчие поют. И в тот момент, когда я увидела эти кадры, я вспомнила, что все те девочки, которые поют для старца, были в моей группе. И я научила их петь те песнопения, которые они исполняют. У меня полились слезы. И я уже узнала, почему тогда старец меня благодарил, хотя я не была достойна даже толики его внимания. Спустя 25 лет с того дня, когда ансамбль Сочино песнословил в монастыре Сан-Тавро и снимались, как оказалось, единственные дошедшие до нас уникальные кадры Мама Габриэли. Участники этого ансамбля снова исполняют те же песнопения в том же монастыре. Тихо горят лампады, солнце золотит иконы, слышен грузинский мрал Жамьер, песнословит для Мама Габриэли, так же, как и в далеком 1995 году. А в сердце играет такая радость, что не остается сомнений. Батюшка Гавриил с нами. Я никогда не забуду тот день, не забуду, как Он приложил свои благодатные руки к моей голове, обнял меня и благословил. В этом благословении были и радость, и слезы, и плач, и утешение. Это благословение освещает мне дорогу и сейчас. Когда на меня обрушилось множество невзгод, я поняла, к чему были слезы старца, и радость, и утешение. Когда я взываю к нему о помощи, все плохое уходит, и чувствую его поддержку, и слышу его голос. Бог велик, милосерден, терпи, терпи, дорогая. Благодарю тебя, Мама Габриэл, за все. Благослови весь православный мир и каждого человека так, как меня в далеком 1995 году. Старец Гавриил своеобразно предсказывал будущее человека. Без слов понимал его настоящее и знал прошлое. Проникнуть в его мысли было невозможно, но сам, несомненно, читал чужие мысли и обладал даром провидения. Одно из очень частых чудес, которые он совершал, это было... Он предсказывал людям, во-первых, что с ними будет, а самое еще удивительное, он говорил это до того, пока они что-нибудь сказали ему. Он видел уже те вопросы, с какими приходили. Моему отцу не нравилось, что я часто ходила в монастырь в Сан-Тавро. Он боялся, что меня постригут в монахини. В один день он мне запретил ехать к старцу Гавриилу, но я все же поехала. Захожу в келью старца, и батюшка говорит, «Господь мне сказал, что все управит. Не переживай, отец больше не будет с тобой ругаться». Я столбенела от удивления. Вернувшись домой, я увидела отца, который держал Евангелие в руках и коленопреклоненно молился у икон. После этого дня он сам напоминал мне о том, что нужно в монастырь идти. Живя еще в миру, я посетила монастырь Сан-Тавро и осталась там на три дня. Последний день моего пребывания в монастыре, перед уходом, матушки отвели меня в келью старца и сказали батюшке, что я уже уезжаю. Батюшка посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, «Ты сейчас уедешь отсюда, у тебя будет много испытаний, потом вернешься сюда и станешь монахиней. Ты будешь Сидония». И правда, спустя несколько лет я вернулась в монастырь и во время пострига меня нарекли именем Сидония. «Сидония». Гаммунка ведем со мной. И мы с ним пошли, мы шли по улице, шли какие-то две женщины, он увидел этих двух женщин, упал перед ними на колени и стал им целовать ноги. Вот. Я говорю, «Мама, а что вы делаете?» Это, говорит, идут, говорит, помощницы Марии Магдалины, только, говорит, им нужно исправить жизнь. Ну, я тогда как бы не знал полностью жизни Марии Магдалины, как что случилось, что произошло, какому Господь намыла Богу ноги. И вот он до того дошло, что я, как сейчас знаю, что они две монашки, но где они находятся, я не знаю, но они вот ушли в церковь и стали верующими людьми. Он сказал, что я ваш якорь, который вас останавливает и ведет в церковь. Говорит, вы должны идти в церковь, и это вас спасет. Он многим, которые вообще мирской жизнью жили, он их видел, и он говорил, что он видит их в облачении, что они станут священниками. И так и было. И они, некоторые сейчас и архимандриты, некоторые священники. Так что, это у него было. ПОЁТ 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 и у него, что у него, наверное, ко мне все же относятся. Вернулся в Баку, после этого меня вновь перевели в Ставропольскую епархию. И вдруг меня приглашает наш правящий архиерей, митрополит покойный Гедеон. И говорит, вот есть такое предложение. И мне осталось сказать, только ответить на предложение митрополита Гедеона приемлю немало вопреки глаголю. И слова старца Гавриила, который возвестил мне волю Божию, они исполнились. Будучи 12-летним ребенком, я поехал со своим духовником в Грузию, попал как раз в келью старцу Гавриилу. Мне было удивительно, два таких старца, два таких подвижника. Когда мы зашли, он очень тепло поздоровался с архимандритом Гурием, с хиархимандритом. А потом, увидев меня, посмотрел на меня, так улыбнувшись, говорит, ну что, протоиерей, деконосцы. Я так обалдевший был, но я тогда еще не мыслил себе, что я стану священником, просто простой послушником. Он говорит, ну что, протоиерей, тоже с нами хочешь посидеть? Я говорю, ну как-то мне не починно. Он говорит, ну правильно, пойди нам принеси водички. И послал меня в монастырь, чтобы я принес небольшое ведерочко там дал, чтобы я принес им воды. Однажды мы с ней вокруг монастыря ходим, он за руку меня вот так положил, и мы ходим, и дошли до угла, и он говорит, где вы меня не будете ожидаться? Я всегда буду с вами, повсюду. А я говорю, как это батюшка мне не объяснишь? А он меня посмотрел. Беде, нищете, богатстве. Хоть где? И я буду вот так с тобой. Только со мной, батюшка, я жадина говорю. Я хочу, что только вы со мной не говорите. Не шутили это. Не говорите. Я со всеми буду. Кто будет молиться, кто попросит, я всегда буду с ними. Отец Гавриил отличался особой благодатью. Он в каждом человеке видел образ Божий и никого не выделял. Всегда сочувствовал слабым и был удивительно кротким, считал себя последним грешником и нас призывал к смирению. Он часто наставлял перед Богом все грехи, как камушки. В мире нет такого греха, который превосходил бы милосердие Господа. Последние годы своей жизни старец Гавриил провел в монастыре Сан-Тавро. Жил он в древней башне, стены которой увешаны иконами. В этой келье он принимал всех приходящих к нему людей, давал надежду и постоянно внушал, «Что бы ни случилось, никогда не оставляйте Бога». В его светлом взгляде не было и следа пройденного им тернистого жизненного пути. Он терпеливо нес бремя тяжелой болезни, оставаясь спокойным и полностью доверившимся Отцу нашему Небесному. Он очень часто фотографировался. И потом он сказал, что это я хочу, чтобы у вас остались мои фотографии. Разное настроение. И действительно эти фотографии очень помогают нам. В первое время эти фотографии были как иконы для всех. Люди имели эти фотографии. У него были сердечно-сосудистые проблемы. Печень беспокоилась, жидкость у него накопилась в животе. Так что надо было там немножко так энергично действовать. Я ему объяснил и сказал, что я должен эту жидкость оттуда убрать. И святой отец смотрит на меня и говорит, доктор, что ты бармучишь? Я сказал, я молитву говорю. А какую молитву? Я сказал, отче, вслух говори. Я сказал, вслух. Сейчас 90-е писал, тоже сказал. Он посмотрел на меня и сказал, давай, делай. Я начал это все сделаю. Маленький надрез, выпустил воду и спрашиваю, доктор, вам больно? Нет, говорит, не больно. Он нас развлекал. Мы как-то боялись. Что-то старый человек. Трудно, чтобы не было. Плохо, чтобы ему не стало. Он же не в больнице был. Он был в своей келье. В таких неординарных условиях мне приходилось работать там. Когда все это закончилось, святой отец говорит, дай деньги доктору. Я сказал, батюшка, я отвожу деньги, не буду брать. Как это можно? Я говорю, ты тут не командую. Я, говорит, тут командую. Кто не благодарит врача, не благодарит Господа. Ну, в общем-то, как. Незадолго до кончины старец говорил, я покидаю вас тем, чтобы молиться за вас. За две недели до смерти ему подарили икону Спаса Нерукотворного в терновом венце. Позже старец сказал, если бы у Спаса не было тернового венца на голове, я бы выздоровел. А эта икона с терновым венцом означает, что мне уготовано умирать в муках. Второе ноября 1995 года стало последним днем земной жизни отца Гавриила. Старец молился, не отрывая глаз от иконы Николая Чудотворца. С утра в его келье собрались близкие, члены семьи, матушки и сестры монастыря. Пришел митрополит Даниил и отслужил ему на исход души. Прочел Кавнон, и этот воразий врач тоже к нему пришел. И все время держал его руку, и какой пульс у него был, все время он следил за ним. Но уже ничего нельзя было сделать. И когда он ему до конца на исход души прочел молитву и сказал последнее слово, тогда говорил, посмотрел на нас. И вот закатил глазки свои и отошел, предал свой долг Господу. Не каждый день, через день я был с ним, и вот я его этими руками закрыл, его глаза и опрощался с ним вот так. Со скорбящим сердцем мы прощались с отцом Гавриилом и представить не могли, как мы будем жить без него. Его последний взгляд был пронизан любовью, и ушел он, улыбаясь, что, несомненно, Божье благословение. Тогда мы все увидели, что смерть – это преображение, и вместо скорби в наши сердца вошла нечаянная радость. Такая была скорбь с одной стороны, с другой стороны такая радость появилась. Откуда была такая радость? И вот когда его обмыли, одели в одежды, их вот по этим лестницам спускали, и матушки пели, это, вы знаете, мы были тогда в Царстве Небесном. Я почувствовала, что такого на земле, такой благодати, то, что вот это сейчас происходит, это на земле не может такое происходить. Это мы находились тогда в Царстве Небесном. Любящий Его, мы знали, что Он велик, что Он чудотворец, что Он прозорлив, но, конечно, до конца, исходя из нашей обыкновенной человеческой сущности, понять и предположить ту глубину Его духовности, Его чудотворения было невозможно. Старца Гавриила мы похоронили по его же завещанию, во дворе монастыря Самтавро. По древнему монашескому обычаю, обернув его тело в холст. Незадолго до представления старца Гавриила, лечащий врач батюшки Зурабварази взял у него кровь для анализа. Именно этот день стал началом одной удивительной истории. Через несколько дней Святой Гавриил скончался. Так что этот анализ не понадобился. И моя коллега, которая держала эту... У нее эта кровь осталась. И через 4 года, я не знаю, как она это хранила там. Ну, не хранила, просто лежала где-то. И она мне звонит, говорит, Зура, ты помнишь, что мы взяли кровь в отца Гавриила? Да я говорю, слушай, говорит, эта кровь не свернулась, ничего с ним не произошло. Она, как, говорит, свежая. Вот так, после пробирки эти 2 миллилитра, которые у меня, как, были там сохранены. Давай, я говорю, принеси ты мне и посмотрим. Я через лупу посмотрел, господи, это как свежая кровь. Никакого следа, ни разложения, ни запаха, ничего такого. Я взял капельку оттуда, достал сприцом. Мазок сделал на стекле. И отнесли в лабораторию. Чтобы посмотреть. Ну, когда пришел ответ, что это свежая кровь, ничего такого нет. Потом мы сказали, что это кровь 4-летней давности. Ну, все сказали, ну, молодое чудо такое. И все, что приняли так. Я, в принципе, принял так чудо. Спустя несколько дней после похорон старца, на его могиле стали происходить чудесные исцеления. Много страждущих, ищущих утешение людей, со всего света стали стекаться к его могиле. Уносили с собой благодать. Укреплялись в вере. Получали просимое в молитвах перед старцем. Тысячи людей на себе испытали чудеса исцеления елеем. Его лампады, укрепленные молитвами старца Гавриила, по Божьей милости, окрыленные надеждой от благодати. Паломники в своих странах прославляли простого грузинского монаха, по молитвам которого они чудесным образом исцелялись. Просто люди не отходили от его могилы, потому что утешение они чувствовали. Просто утешение. А когда уже началось, через несколько дней, наверное, начались уже чудеса, исцеления, уже люди, не знающие отца Гавриила, и о нем просто узнавали, что вот такое исцеление, они уже приходили в могиле. Это уже было сотнями случаев. 20 декабря 2012 года на заседании Священного Синода Грузинской Православной Церкви произошло событие, которого с нетерпением ждал весь грузинский народ. К лику святых был причислен великий подвижник 20-го столетия, архимандрит Гавриил Гургебадзе. Сразу после завершения заседания Синода католикос-патриарх Сия Грузии Илья II направился в Амцхета, в монастырь Самтауру, преклониться перед могилой новопрославленного в лике святых архимандрита Гавриила. Даже люди, которые не признавали, в общем, церковь, осуждали священников, и они прямо заявляли, что мама Габриэл, он святой. Наверное, вот эта любовь всенародная, она ускорила причисление к лику святых нашего мамы Габриэля. Так рано канонизация не происходит. Вот принято, что 50 лет должно пройти все-таки. Но это произошло очень быстро. И поэтому было очень много подтверждений. Вот представьте себе, фотографию отца Гавриила у всех было в комнате, и на рабочих местах, в машинах, были в офисах, везде. Так что это уже было всенародное почитание. Уже не канализировано. Вообще вот, когда почва канализации, одно из почв, это всенародное почитание. Хочется поделиться с вами великой радостью. Час назад закончилось заседание Священного Синода, и архимандрит Гавриил Ургебадзе прославлен в лике святых. И с сегодняшнего дня он, преподобный Гавриил, исповедник и Христа ради юродивый. Святейший и блаженнейший католикоса-патриарха Илью благодарю за то, что он был и при жизни почитателем старца Гавриила, и, так сказать, дал Господь крепость и силу, чтобы прославить его в лике святых уводников Божьих. Спустя короткое время после прославления старца Гавриила в 2014 году, 22 февраля, были обретены его святые мощи. Не найти аналога этому событию в новейшей истории грузинской церкви. На вскрытии могилы старца Гавриила присутствовало неимоверное количество людей. Люди со всех стран приезжали поклониться святым мощам старца. Из-за большого числа верующих мощи старца были перенесены в Кафедральный собор Пресвятой Троицы в Тбилиси. Крестным знаменем осеняла любовь старца, Гавриила, всех пришедших к нему людей в те блаженные минуты, когда вся Грузия и весь православный мир ночами стояли у раки старца Гавриила и оказывались очевидцами многих чудес. Когда без перерыва шли богослужения, читали акафисты, словословили и песнословили Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу, чувствуя присутствие благодати Святого Духа и преподобного старца Гавриила. Спустя месяц после смерти старца Гавриила мне снится сон, будто я нахожусь в церкви, а во дворе многолюдно. Вижу старца Гавриила, который смотрит на меня. Я и так соскучившаяся начала плакать и мысленно говорить старцу. Вот, батюшка, еще месяц назад вы с нами были и уродствовали и наставляли нас на истинный путь. Вы ушли в вечность, а на что вы способны сейчас? И вдруг строгим взглядом посмотрел на меня старец Гавриил и громко произнес «На что я способен? Смотри!» И он вознесся в воздух, крикнув громовым голосом «Слава Богу!» И все находящиеся во дворе церкви люди повторили батюшкам возглас «Слава Богу!» А спустя девятнадцать лет в день вскрытия могилы старца Гавриила, когда его мощи вынесли из монастыря Сан-Тавро, люди, находившиеся у монастыря, не сговариваясь, внезапно воскликнули «Слава Богу!» Да так, что этот возглас был слышен по всему цхета. Я опешила. Это было точно так, как в моем сне. На глазах у меня навернулись слезы, и я услышала шепот старца. «Ты поверила?» История, которую вы услышите, приключилась с православным публицистом Тамарой Манилашвили. Не зная старца Гавриила при жизни и желая приложиться к его мощам в день вскрытия могилы преподобного Гавриила, она поехала в Мцхета. Однако из-за большого количества верующих она не смогла подойти к мощам. Она решила подняться в другой монастырь, который находится неподалеку от Сантауру. Я никак не могла оторваться, и все молилась и молилась. Не могла насытиться вот этой благодатью, если можно так сказать. Девочки уже мои сели на скамейку. В это время зашел человек, мужчина. Человек показался мне палящим. Он был в темном одеянии, на нем был одет капюшон. У нас в Грузии не принято, чтобы мужчина заходил в церковь в головном уборе. Я почему-то подумала, что этому человеку может быть плохо, и повернулась и спросила его. Я говорю, вам что-нибудь нужно? Тхэнни-чирьми, я подчеркнула. А тхэнни-чирьми это по-грузински обозначает, то есть пусть ваше горе перейдет на меня. И в этот момент я опешила абсолютно, потому что он мне сказал, чэмиш чири шэн арау. То есть он запретил, что вот его горе, его боль перешли на меня. Но говорит, а может быть, ты что-нибудь хочешь? И вот он это сказал с властью. Я удивилась и смирилась в этот же момент. Я сказала, тогда, говорю, помолитесь, говорю, вы за меня. Я вышла из церкви, мы уже спустились, идем, и вдруг я как бы прозрела. Думаю, господи, и это же был отец Гаврил. И первое, что я сделала, я стала искать неизвестные фотографии отца Гаврила. Я нашла, это был точно он. Я зову свою дочку. Она не знала эту фотографию абсолютно. Я ее спрашиваю, этого человека мы видели в церкви, говорю, вот этот странный. Она говорит, да, говорит, мама, это он. Я говорю, это отец Гаврил. Она говорит, не может быть. Позвали мы соседку. Я ее спрашиваю. Детка, говорю, вот этого человека мы видели. Она мне в таком... Да, говорит, там ли Кодейда. Да, говорит, мы его, говорит, видели. Я говорю, это батюшка Гаврил. И они были потрясены до глубины души. Место вечного упокоения старца находится в преображенском храме монастыря Самтавро. Белая каменная рака, которая благоухает, стала последним пристанищем святых мощей и уродивого. И у этой раки непрерывная очередь людей, пришедших рассказать свои тайны любимому старцу Гавриилу и спросить от него благословения и воззвать о помощи в молитвенной поддержке перед Господом. Несколько лет назад я перенесла онкологическую операцию. Мне назначили химиотерапию, и я проходила курс лечения. В сердце у меня возникло желание и потребность поехать к святым мощам старца Гавриила. Долго молилась, плакала и просила старца о помощи. Когда я собралась уходить, одна из матушек остановила меня и сказала, что помнит меня, как участницу ансамбля и вере. Подарила мне свечи, иконы старца, и не знаю почему, но сказала, что старец Гавриил обязательно поможет мне. И я в знак благодарности напишу о нем песню. Потрясенная до глубины души, я вернулась домой, и представляете, за день был создан текст песни, а за несколько часов я написала и музыку о нашем любимом маме Гаврииле. Вскоре после этого, когда я прошла свидетельствование, врачи поразились, опухоль исчезла. Дальнейшие курсы химио- и лучевой терапии мне не понадобились. Три-четыре года назад на голове у меня появилось какое-то образование, которое росло и темнело. Скоро из этого места начала течь жидкость, и мы поехали к врачу. Обследования показали, что это опухоль, и нужна операция, срочные процедуры. Я с великим благоговением начал мазать опухоль маслом от лампады ста отца Гавриила. Молился, посещал монастырь Сан-Тавро, и скоро заметил, что жидкость из опухоли течь перестала. Прошло несколько недель, и опухоль совсем исчезла. Врачи не могли поверить, что опухоль рассосалась без хирургического вмешательства. Анализы были на все сто. «О, как?» «Да вот так!» Отвечаем мы с радостью. «Вот такой у нас хороший хирург!» Без операции обошлись! Святой угодник Божий Архимандрит Гавриил не только великий заступник пред Богом, но одновременно и образец жизни для нас, живущих на земле людей. Вся его жизнь представляла собой великую любовь, заботу о ближнем. Так продолжается и после его облаженной кончины. Находясь во свете Пресвятой Троицы, старец Гавриил и сегодня присутствует с нами незримо, а порой и видимо, укрепляет людей в вере и наставляет каждого человека, указывая правильный путь, ободряя и вселяя надежду. Снится, отец Гавриил мне. А снится так, что я вижу большую комнату, вроде бы это храм, в то же время это комната огромная, и там много народа, и все стоят на испыть к нему. И я думаю, ну как я попаду, столько народа здесь, это просто нереально. И тут раз, народ куда-то почему-то все задом, задом выходит из комнаты. И я вижу, что лежит на полу гроб, и в нем лежит отец Гавриил. И у меня не было даже никакого страха, и я расплакался, упал на колени, и говорю, отец говорил, ну какой из меня священник, как я могу быть священником, ну кто я такой, чтобы быть священником? Он вот так вот лежит, встает, говорит, ты кто? Я говорю, я так смущался, я говорю, я Владимир Николаевич, ну Володя, он Володенька, и меня так взял, обнял, и я прям почувствовал волосы, бороды его, все, и так потом меня держит, говорит, да ты уж священник, ты учись, ты уже священник. Я тогда смущался, какой я священник, говорит, ты учись, на тебе шапка, снимает с головы шапку и одевает на меня свою эту шапочку. А пойдем, говорит, там мы, говорит, пожарим яичницу. Ну, я как-то думал, ну пойдемте. И я встаю, и понимаю, что вроде бы был в Москве, теперь я переместился в оптене, и мы зараним с ним яичницу, и вот, и вот как бы на этом сон весь и заканчивается. Потом вот это все заканчивается. И таким образом получается, что я действительно, решаясь поступать в семинарию, поступаю на преображение, охрам честь преображения, вот, и поступаю в оптене, потому что во сне это была тоже оптена. То есть вот это чудесным образом отец Гаврилов меня наставил, как бы укрепил, потому что у меня было смущение, насколько действительно я по своей немощи, по своим грехам могу быть священником. За что я им очень благодарен. И мама Гавриэля, моли Бога о нас. У меня везде, где в моей келье, в моей домовой церкви, на рабочем месте есть икона преподобного старца Гавриила. Я каждый день читаю Мутропарий Кандак и верю, что Господь его молитвами устрояет многое-многое в нашей жизни. Спустя два года после прославления старца Гавриила в Грузии, 25 декабря 2014 года, на заседание Священного Синода Русской Православной Церкви было постановлено «С благодарением Господу принять весть о прославлении в лике святых преподобного Гавриила Самтаврийского». Включить в месяцы слов Русской Православной Церкви имя преподобного Гавриила Самтаврийского с установлением празднования его памяти 2 ноября, как это установлено в Грузинской Православной Церкви. Мама Габриэли. Так и на Святой Руси называют старца Гавриила, который часто говорил «Мой крест Грузия и половина православной Руси». «На мою могилу почти вся Россия приедет», говорил старец Гавриил. Мы тогда не понимали этих слов и думали, что он шутит, но сегодня мы видим, сколько паломников из России посещают его мощи. Почитание старца Гавриила в России, мне кажется, оно на уровне свой. Когда смотришь на него, он, по-моему, понимает все твои немощи. Как батюшка Серафим Саровский говорил, где просто там ангелов сос, а где мудрено там никого, мне кажется, отец Гавриил тоже нам это просто внушает, внушает. Чем проще, тем понятней, чем проще, тем чище. И мне кажется, что русский человек это очень чувствует и понимает, и идет к нему, как и отцу. Все, кто прилаживались к иконе старца Гавриила, все чувствовали какую-то неземную любовь. Многие плакали, раскаивались в своих грехах. Ну, это является наибольшим чудом, когда человек кается. Благодать Божья, она прославляет святых. Гавриил был первый, наверное, из монашествующих, которые оценили страстотерпцев, подвиг царя Николая II и всей его семьи. Больше всех. У Гавриила в келье в начале 60-х годов он уже их повесил, как мучеников. Это уже говорит о том, что он тогда взял крест России, тем более крест Грузии на себя. И он никого не боялся. Я боялась. Ну, хотя бы ты убери его, их фотографию, чтобы не было бы так явно на стене входят в келью и вот эти царские мученики. А он говорил, их надо почитать. Они великомучат, мученики. И они спасут Россию. Однажды я его спрашиваю, батюшка, я вас вижу очень большую любовь. А где вы это скопили? Он на меня посмотрел и сказал, это от Бога мне дано. Это был человек, несущий. Перед Богом любовь большая. И как большая свечка, так горел. Вот такой он был. И такой он есть. Особенно выделенный. Для всего мира он был. Если кто-нибудь к нему опростится, он им помогает. Я думаю, что если мы будем жить по-христиански и прибегать к его молитвенному предстательству, старца Гавриила, то многие наши проблемы и скорби разрешатся. у нас очень много святых в Грузии, но отец Гавриил особенный. Пусть его молитвами Господь спасет и помилует вас всех. Аминь. Святой Мама Габриэли, человек наполненный любовью, в своем завещании наставлял нас перед каждым человеком будьте со смирением, добротой и любовью. Любовь к православному миру и ко всякому человеку, любовь ко всем я уношу с собой. Он ушел в вечность во славе вознесся и ни на миг не покидает нас. Славя Господа и окропляя всех великой любовью, которой была пронизана вся его многострадальная жизнь. Славя Господа Славя Господа Славя Господа Славя Господа Славя Господа